Привет, друзья! С вами Денис Семенихин, и мы продолжаем обсуждать и детально разбирать все вопросы питания. И сегодня у нас будет фактически химический эксперимент, потому что речь сегодня пойдет о твороге, о таком, я бы сказал, краеугольном продукте в питании любого человека, ведущего здоровый образ жизни и тренирующего мышцы. Так вот, творог этот мы будем не просто разбирать покупную. Мы будем творог сегодня пытаться приготовить. Во-первых, это крайне удобный продукт. У меня, например, в машине всегда есть хотя бы минимальное резервное количество творога, всегда. И всегда есть что-то, что можно в этот творог добавить. Кстати, вот на этом столе сейчас тоже мы видим курагу и конфитюр. Конфитюр в концентрации 40%. Это значит, что в этом конфитюре 40% простых углеводов, то есть на 100 грамм 40 граммов фруктозы. И курага концентрации 60%, то есть на 100 граммов кураге 60 граммов простых углеводов. Это очень много. Поэтому вот эти вещи мы в творог будем добавлять буквально минимально, лишь для вкуса. Самый главный компонент это кефир 1 литр, жирностью 0,1%. То есть вообще не жирный кефир. Белка 2,8 граммов на 100 граммов, значит 28 граммов на литр. Вот все исходные материалы, друзья. Я предлагаю начать готовить. Поехали! Химический, физический эксперимент, потому что это не химия, это физика. Итак, литр кефира я заливаю в специальную емкость. Кефир залили, индукционный нагрев, высокое давление. Закрываем. И все, что нужно теперь, это найти правильную кнопку и нажать на старт. Нет, нет, тушение, духовка, творог. И чего? Старт. Приготовление. Все. Ну что, готов продукт. Я даже не представляю, что мы сейчас там увидим. Так, понятно. Значит, это надо будет сливать. Да, смотрите, как кефира отделилась такая желтоватая водица из литра кефира. У нас получилось порядка 170 граммов сухого вещества, то есть творога. Остальное все, отделилась жидкость. В этих 170 граммах, учитывая то, что в твороге концентрация белков варьируется, но усредненно можно сказать, что это 17-18 процентов. То есть у нас здесь почти 30 граммов белков. Причем это белок молочный, как вы понимаете, а это второй по аминокислотному набору и по усваиваемости человеческим организмом белок после яичного. То есть это очень качественный белок. То есть вы понимаете, килограмм творога это 170 граммов белков. Полкило творога это порядке 90 граммов белков. Так что крутой продукт. Рекомендую вам. Это нормальный продукт. Это нормально. Он еще теплый слегка. Это можно есть. Потому что если немножко простых углеводок сюда добавить. Кстати, вот это я чувствую, что обезжиренное. Это не тот творог, который даже в дорогих супермаркетах покупаешь, который нулевой, а после него тарелку моешь, там все равно жиры остаются. Я вам творог рекомендую, особенно творог не жирный. Но естественно, если у вас есть уникальная возможность приготовить самим творог, то получается действительно полезный продукт. Я вам серьезно скажу, я в магазине такого творога не ел. То есть настолько обезжиренного вот этого вот ощущения я не испытываю от творога, который даже продается как нулевой. Чтобы творог был вкуснее, естественно, мы добавляем туда либо курагу, либо чего-нибудь такое. Можно мед добавить. Но, ребят, по минимуму. Потому что мы помним, что это простые углеводы. Вот, например, курага та же. 150 граммов кураги. Как-то посмотрите, что такое 150 граммов кураги. Вот вам, 100 граммов простых углеводов. Если вы посмотрите на 150 граммов кураги, это не, это вообще не, это мизер какой-то. Это можно съесть просто на автомате. Поэтому внимательнее вот к этим вот всевозможным вещам, которые вы добавляете в творог. Итак, что я могу вам сказать? Питайтесь правильно, тренируйтесь упорно и смотрите дальше мои выпуски. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok